Под могущественным влиянием Кали-юги постепенно, днем за днем, станут исчезать с лица земли религия, правдивость, чистота, терпимость и милосердие. Продолжительность жизни и физическая сила людей начнут уменьшаться, а память ослабевает. А теперь пять тысяч лет назад было написано. Посмотрите, как точно. В Кали-югу критерием высокого происхождения, правильного поведения и благочестия человека будет только его богатство. А законы правосудия будут на стороне богатых и сильных. И надо не выходить. Пять тысяч лет назад. Так? Никакого обмана. Смотрите, все точно. А теперь совсем плохо. Завтра будет все хорошо. Я уже чувствую твою энергию. Мужчины и женщины будут сходиться друг с другом лишь на основании физического влечения. А преуспеть в делах возможно только с помощью чего? Обмана. Этому же учат. Этому же учат. Почему нет процветания? Вот вам простой пример. Останавливает меня гаишник и начинает разводить. Он мне говорит, заходи, садись. Это совсем у тебя другая цель сегодня. Ты не понял просто. Кого и как он зашел, сел. И я ему говорю, вот представь, вот это 30 тысяч рублей. Ну, просто. Беру ему, тачусь. Я говорю, ты меня разводишь. Я пугаюсь. И даю тебе 30 тысяч рублей. Ты меня развел. Он говорит, но... Я говорю, тебе 30 тысяч рублей. Ты не приложил к этому никаких усилий, кроме обмана. Ты думаешь, теперь на эти 30 тысяч рублей я поставлю себе классный сортир, чтобы все работало. Но ты берешь эти 30 тысяч рублей. Так, я остался без них. Меня развели. Идешь с ним, к слесарю, в сантехнику. Ты говоришь, у меня есть 30 тысяч рублей. Мне нужен классный сортир. Что он сделает? Он тебя разведет. Он тебя разведет. Теперь это попало к нему. А сортир ты нормально не получишь. Потому что он тебе эти трубы, наоборот, поставит нахрен все. И ты будешь потом отскабрить свои испражнения, потому что все неправильно сливается, засаляется. Но этого у тебя нет. А у тебя фиговый поломанный сортир. Если не криво построенный дом. Потому что мы знаем, как дома строят сейчас. Конечно, все построим. Нет вопросов. Только что будет через год с этими стенами. Он говорит, ну... Теперь этот сантехник крутой. Или эти строители, которые построят дом, думают, пора поставить хорошие зубы. И они идут к дантисту. И несут вот это, да, дантисту. А дантист думает, вот лохи. И ставят им хорошие зубы. Которые в год выпадут. А это перешло теперь к дантисту. Теперь дантист думает, я куплю классную машину. И несет опять вот этот инструмент, вот эти там, ну пусть миллион, да, в салон. И в салон ему впаривают соответствующую машину, понятно, да? Которую, когда она спускалась с авто этого, ну, поцарапалась, знаете. Они иногда перекрашивают и продают как новые. И теперь он едет к тебе в виде меня на странной машине. Простите за выражение, да? То есть это, то, что ты у меня забрал. Всей этой цепочке людей не принесло никакой пользы. Но все только пострадали. Он говорит, да, такова жизнь. Я говорю, берешь? Да ну тебя, ты все настроение испортил. Но идея, понимаете? То есть деньги и богатство никому не приносят пользу. Потому что миром движет обман. Поэтому происходит экономическое, что, разорение. И завтра мы будем обсуждать, какие поставить цели, чтобы все-таки, что? Получать какие-то блага. И они есть. Если надо знать законы Бога. И несмотря, что мы живем в такой тяжелой веке, если мы не нарушаем законы Бога, эти все обманщики проходят мимо нас. А они не могут нас обманывать. Это вам немножечко позитива, да? Сейчас еще негативчик подольем, да? Так, смотрите дальше. Мужчины будут сходиться с женщинами только из физического влечения. Через обман, да, бизнес делается. А женственности и мужественности людей будут судить лих по их искушенности в половых отношениях. Увы, мы все это знаем. Поверьте, даже в Индии они ходят с этими шнурами, не понимая никакие мантры, ничего. И еще курят, гашиш. И мы знаем это в любой религии. Что творится, мало не показано. Зато одеты правильно. А принадлежности человека к определенному духовному укладу станут судить по его внешнему виду. И внешние признаки будут побуждать людей переходить из одного уклада жизни в другой. То есть все начинают жить по форме, а не по содержанию. Однажды в аэропорту, это был 93-й год, я провожал духовного учителя. А, соответственно, ко мне подбегают, когда я его уже проводил, женщина говорит, а что это за человек был? Я говорю, а что? Напрягся. Он говорит, он светится. Прямо, знаете, я вот прямо иду кругом. Людь, а этот светится. Ну, я думал, ну, что-то там нормально. Я говорю, ну, вообще, это святой человек, духовный очень. Он говорит, ну, какой же он святой? У него же нет бороды. А посмотрите, есть очень интересный один имам, мусульманский, он читает проповедь и говорит, когда вы поймете, что мусульманинам вам надо стать в сердце, а не по бороде. То есть это правда бич. Все одеваются, все следят, чтобы внешне был антураж, там крест повесим, бороду отпустим, понимаете? И так далее. Я никого не осуждаю. Я поясняю просто, что говорят. И вот по этому внешнему все судят. Потому что внутреннее, что через обман, что делается? Скрывается, маскируется. Идем дальше. Люди с низким заработком не смогут добиться справедливости. А чтобы прослыть великим знатоком священных писаний, достаточно будет научиться замысловато говорить. А это у Толстого есть выдержка. Он говорит, правда проста и понятна. А ложь вычурна и сложна. И надо, правда, слушать. Человек что-то несет. Он такие слова, такая логика. Только выходишь, что он сказал. Но круто. И вот все сидят на него, понимаете? Шоу такое языковое, понимаете? А толку-то? Ведь реально все просто. Смотрите. Бедность будет почитаться грехом, а лицемерие добродетелю. Для заключения брака будет достаточно согласия на словах. А простого омовения хватит, чтобы появляться на людях. Так и есть. Мы думаем, мы помылись, отделись, уже можно на людях. А раньше, если ты не провел определенные процедуры очищения, ты не можешь идти, потому что ты оскверняешь улицы. У нас даже этих понятий нет. Их уже просто нет. И вот люди, к которым были эти понятия, вот об этом пишут. Поэтому, когда мы ставим цели, мы должны понять, что век, который нас окружает, все, что нас окружает, очень осквернено. И Бог был бы не Богом, если бы Он не придумал, как нам в наш век. Почему мы тут родились? Потому что мы очень хотели определенных вещей. И это будет уже завтра. Еще вот сейчас прям цель жизни сведется к тому, чтобы набить желудок, а наглость будет считаться правдивостью. Того, кто сможет прокормить семью, будут считать успешным. А заповедям религии будут следовать только, чтобы поддержать свой престиж. Алчные, безжалостные правители, которые будут вести себя, как обычные грабители, станут отбирать у своих подданных жен и имущество. И тем не останется ничего, кроме как уходить от них в горы и лес. Измученные голодом и непомерными налогами люди будут питаться листьями, коренями, мясом, плодами диких деревьев, цветами и семенами. А в засуху им останется только погибать. Люди будут сильно страдать от холода, ветра, жары, дождей и снега. Их будут мучить ссоры, голод, жажда, болезни и бесконечные тревоги. Вот в этом состоянии нам нужно спланировать свою жизнь и сделать ее успешной. И это очень важно, чтобы мы понимали, потому что мы иногда расстраиваемся, что у нас что-то не получается. Не учитывая, что если хоть что-то получилось в этот век, то это большая заслуга. Надо не забывать. Не надо питать иллюзии. Мы живем в очень тяжелое время.